Я подъехал, ну, толпа ребятишек, ну, как ребятишек, лет по 20 парней, человек 10-8-10, я, собственно, подъехал, ну, думал, что поругаюсь, да и разбегутся ребятишки, но не тут-то было. Владимир Шалимов вспоминает, вечером 7 мая ему позвонила встревоженная директор местного клуба. Женщина рассказала, пьяная компания парней ломает забор около ДК, где в это время проходила дискотека. Глава борцовского сельсовета тут же прибыл на место ЧП, такой реакции на словесное замечание Шалимов даже не ожидал. Кто-то из парней ударил его по голове чем-то тяжелым. Упавшего мужчину в 45 лет разгоряченные алкоголем хулиганы запинали до потери сознания. Обнагрела молодежь и все, обнагрела. На место конфликта вызвали участкового, его тоже повалили на землю и избили. По деревенским слухам молодежь даже сорвала с полицейского погоны. Суд и медэксперты зафиксировали телесные повреждения в виде ссадин на лице. Сам полицейский комментировать конфликт на камеру отказывается. Я не могу без разрешения начальника что-то кому-то говорить. Утихомерили, уехали и все, они разошлись. А вот главе сельсовета досталось больше. Две недели он находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Я считаю, что эти молодые люди должны отвечать за свои поступки. Завтра, извините, во-первых, это уже, насколько я знаю, это уже не первый случай их такое отношение. Это я при власти, так сказать, нахожусь. Они посмели. А каково другим людям? Сейчас вот резонанс по деревне, слышу, что люди боятся там ходить. Нападения на представителей власти деревенские обсуждают осторожно. Я не защищаю нашего главы администрации, у него маленькое есть поведение неадекватное. Но это не дает повода его так избивать. Всего лишь навсегда. А в чем неадекватность его поведения? Ну, он иногда бывает грубоват, как любой деревенский мужик. Резонансно на весь Ширинский район ЧП в борце представители республиканских силовых структур по каким-то причинам замолчали. При этом нам ежедневно на электронную почту приходят десяток сообщений о мелких бытовых преступлениях и дорожных авариях. Только следственный комитет согласился прокомментировать избиение представителей исполнительной власти и правоохранительной структуры. В настоящее время лица, причастные к данному преступлению, установлены. Двое злоумышленников 18 лет и 21 года задержаны. Им предъявлено обвинение. Однако отдачи показаний они отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Третьему нападавшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемых в нападении на главу хорошо знают в деревне. Никто о парнях положительно не отзывает. В совместной школе вспоминают, мальчики всегда были отъявленными хулиганами, перебивались с двойки на тройку. Регулярно приходилось вызывать родителей. Это дикость, которая, ну, в общем-то, ошеломила нас. Во-первых, человек старше их, это одно. Второе, они ведь прекрасно знали, что он глава. По факту избиения главы администрации борца и участкового возбуждено уголовное дело. По статье «Применение насилия в отношении представителей власти» троим жителям борца за преступление грозит до пяти лет лишения свободы. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия.